МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Болеслав Казимирович Перштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Родился в 1959 году в Брестской области. В 1981 году окончил Белорусский политехнический институт. В 1993-м Академии управления при Совете министров Республики Беларусь. Трудовой путь начинал инженером на Светлогорской теплоэлектроцентрали. В 1990 году назначен на должность первого заместителя председателя Исполнительного комитета Светлогорского городского совета народных депутатов. В 1997 году возглавил Светлогорский горосполком. Удостоен звания почетный гражданин Светлогорска. В 2007 году занял должность заместителя председателя Гомельского облсполкома по экономике. В 2016 году избран депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 6-го созыва Тречицкого избирательного округа номер 44 и вице-спикером парламента. Свои вопросы Болеславу Перштуку прямо сейчас можно задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Болеслав Казимирович, рад приветствовать вас на родине. Говорю так, несмотря на то, что родились вы на Брещене, но за те десятилетия, которые провели здесь, в Гомельской области, уверен, этот край для вас стал по-настоящему родным. Это так? Добрый вечер, уважаемый Александр, уважаемые зрители и зрители. Вы знаете, действительно так произошло в моей биографии, что вся сознательная трудовая жизнь произошла на Гомельщине. И вот, как уже было сказано в анонсе, начиная с 1981 года, я на Гомельщине. Очень благодарен тому периоду времени работы на Светлогорской земле. И должен сказать, что я, наверное, впервые почувствовал именно на Гомельщине, что такое коллектив, что такое население, что такое кадры по-настоящему и специфику этого Полесского общекрая региона. Ну и потом, соответственно, работая в Гомеле, в должности заместителя, увидел структуру в целом области, увидел регионы и должен сказать, что не зря нас, гомельчан, называют польшуков белорусами со знаком качества, потому что это очень трудовьи люди, очень специфичные условия на Гомельщине, поэтому эти люди заслужили того, чтобы так называться. Вот, кстати говоря, 2018-й, объявленный президентом Года Малой Родины, подтолкнул каждого из нас задуматься о своей Малой Родине. У вас, как понимаю, их несколько. Как относитесь к идее объявления 2018-го Года Малой Родины? К чему это должно подтолкнуть каждого из нас? Вы знаете, действительно, я думаю, каждый из нас наверняка задумывался и до сих пор, как бы до того, как это было объявлено, потому что все лучшее, конечно, всегда связано с Родиной, с рождением, с матерью, и, наверное, с той историей, которую мы прошли. Я уверен, что это очень правильное вообще-то решение. Очень хочу надеяться, что это будет не компания, а это будет действительно такая хорошая, солидная, продуманная, взвешенная программа, как, во сути, не то, чтобы возродить, потому что нам важно выстроить вот ту систему в работе, которая позволила бы закрепить хорошие тенденции вот там, на Малой Родине. Ну, не секрет, что, к сожалению, мы переживаем не лучшие времена в малых населенных пунктах. К сожалению, та маленькая деревня, в которой я родился, тоже сегодня там осталось не так уж много дворов, там, которые даже и, по сути, название, вот, созвучно было моей фамилией. Конечно, население переместилось, что называется, у более крупной регионы. Нам всем надо крепко подумать, в том числе и парламентариум, как выстроить систему привлекательности таким образом, чтобы люди стремились, в Малой Родине, стремились к своим истокам, к природе, к той вот, ну, как это говорят по-белорусски, батьковщина, которая их воспитала и создала. И это должно стать системой и нормой, чтобы было почетно и престижно. Не просто возвращаться на родину, в гости приезжать. Жить и работать. И радоваться жизни, и работать. И самое главное, создавать, в том числе, условия для работы и жизни. Тогда будут и результаты, когда работа будет в удовольствии. Ну вот, говорим о небольших населенных пунктах. Светлогорский район – один из самых молодых районных центров и районов нашей страны. Около 10 лет вам довелось там поработать. Большую часть времени возглавляли этот край. Наверняка и сегодня интересуетесь, чем живет район. Все ли радует? Ну, знаете, безусловно, я должен сказать, что подъезжая к городу, вот реально чувствуешь вот такое легкое волнение. Потому что так много связывают с этим регионом, с людьми этого региона. Я должен сказать, что это замечательный край, замечательные люди. Я до сих пор вообще с удовлетворением и с такой гордостью. И с любовью вспоминаю многих своих коллег. И теперь мы со многими поддерживаем отношения и добрые. И, конечно же, безусловно, я интересуюсь. Даже вот сегодня, когда я был в своем округе, в Реческом, по дороге вышел на связь с председателем исполкома. Конечно, мне интересно, как обстоят дела. Как дела в сельском хозяйстве? Очень тяжело лето, очень такая жаркая погода, большая засуха. Как промышленности? Меня интересуют, конечно, те результаты, которые мы ожидаем от Светлогорского региона. Это действительно молодой, специфичный очень район. Со своими преимуществами, но и очень много специфичных вопросов. В том числе в молодежной среде, в том числе в среде предприятий. Поэтому, конечно, непростой. Я думаю, что я где-то там наполовинку живу там, своим любимым районом. Это приятно. Я думаю, что жители Светлогорска тоже смотрят программу. Друзья, присоединяйтесь к диалогу. Телефон прямого эфира в Гомеле 340-043. Свои вопросы можно задать и при помощи Вайбера. Номер инфолинии 375-29-340-043-3. Вот, кстати, о вопросах программы «Интерактивная». Вы достаточно медийный человек. Часто общаетесь с журналистами. За это спасибо. К сожалению, не каждая руководитель может себе это позволить. Сами понимаете, почему. В основном заняты, я понимаю, наши руководители. Поэтому это главная причина. Возможно. Вот, кстати говоря, есть вопросы, на которые вы затрудняетесь ответить, которые могут поставить в тупик. Может быть, есть вопрос, который за вашу медийную жизнь вас удивил по-хорошему? Знаете, я вообще-то сторонник, чтобы вопросы были такие, ну, как бы сказать, пожестче, может быть, и поострее. Потому что только в споре, как говорят, рождается истина. Только в поиске вот хороших подходов мы находим правильное решение. Мне не очень нравятся, скажу таки, парадные какие-то встречи и выступления. Поэтому хотелось бы обсуждать проблемы, обсуждать тенденции. Сказать, чтобы меня застало что-то врасплох, наверное, сложно. Может быть, потому что журналисты помягче задают вопросы. А может, опыт. Обходят острые углы, может быть, определенный опыт есть. Но я так считаю, что если есть эти вопросы у журналистов, если они есть у определенных слоев нашего населения, то надо искать на них, безусловно, ответы. Ну что ж, у меня есть несколько вариантов движения в нашем диалоге. Начнем тогда с проблемных вопросов. Вот если говорить о Гомельской области, близкой для вас, вы долгое время курировали экономический блок деятельности региона. Какие точки сдерживают развитие экономики региона по-прежнему, как по-вашему? Знаете, я вообще считаю, что неправильно, когда мы начинаем с проблемных вопросов. На самом деле я хотел бы сказать о Гомельской области, как визитку КБ. Еще раз напомнить, наверное, нашим землякам, что Гомельская область – самая крупная промышленная область для начала. И, к чести гомельчан, они сохранили эту свою позицию в очень сложных условиях, в которых находится экономика. Ни для кого не секрет, что начиная с 2015 года экономика переживает не лучшие времена. Но, тем не менее, область по-прежнему более 20% в объемах республики промышленное производство успешно удерживает. Еще совсем недавно город Минск был первым. Но на протяжении последних 5-6 лет Гомельщина уверенно лидирует по данному показателю. В чем она еще лидер? Она, конечно, лидер по инвестициям, по привлеченным инвестициям, по созданию предприятий малых, средних, по крупным инвестиционным проектам. Я затрудняюсь назвать какую-то другую область, которая могла бы так на вскидку назвать 5-6 крупных проектов такого прорывного характера. Можно было вспомнить модернизацию, например, Мозырского, прорабатывающего, мелкосортный, например, БМЗ, деревообрабатывающий, два завода, три даже которых введены на территории Гомельской области. Реконструкции химических наших производств и так далее. Два крупных завода, которые строятся с помощью китайских кредитных линий, Светлогорских Добрышей. Петриков, там вот месторождение, где там, вы знаете, тоже очень крупный горнообогатительный комбинат, который, я так полагаю, в следующем году тоже будет введен в эксплуатацию. Это все точки роста. Это все тот прорыв, на который, безусловно, рассчитано и руководство Гомельской области. Я уверен, так и население это оценит по достоинству, потому что это рабочие места, это тот же рост заработной платы. И, в конце концов, самое главное, ради чего это все, по сути, настроено, это поступление в бюджет. Если говорить о болевых точках, ну, какие болевые точки на Гомельщине? Это, конечно, безусловно, климат, который меняется очень сильно в сторону потепления в последние годы. И вот этот год стал тоже характерным. И, представляете, при прочих равных условиях, в все области вложили определенные одинаковые, по сути дела, затраты, людские, финансовые и так далее. А результаты имеем абсолютно разные. Конечно, это надо чем-то компенсировать. Это такая субъективная ситуация. Безусловно, я бы отметил такую глобальную проблему, которая, естественно, отражение имеет на Гомельщине, это последствия Чернобыля. Это тоже факт такой неоспоримый, который отражается как на кадрах, как на ситуации в целом, наверное, в здоровье нации, так и вот в том числе на использовании земель. Это тоже проблема из проблем, которую, я должен сказать, постепенно, поэтапно, принимая очередные программы, область достаточно уверенно продвигается в этом смысле. И в этом смысле тоже есть чем, можно сказать, гордиться. Это пример, который показал, что даже серьезные проблемы, они объединяют? Да, они по плечу. И, конечно, есть определенные ресурсы. В чем вот есть узкие места. Я должен сказать, что, да, вот последние особенно годы, да, возникла проблема занятости. Возникла проблема оптимизации трудовых ресурсов на крупных предприятиях. Поэтому нам всем, в том числе и парламентариям, надо активнее работать, шевелиться для того, чтобы мы создавали более понятные и прозрачные условия. И я надеюсь, мы еще поговорим в ходе нашей встречи о том, о роли, в том числе, малого и среднего бизнеса и так далее. Я лично за то, чтобы вот эта прослойка росла быстрее и замещала вот те рабочие места, которые, наверное, уже в силу высокой автоматизации, той же модернизации, которая произошла, в конце концов, тех процессов, которые произошли в сельском хозяйстве, которые высвободили очень много людей, особенно с условиями ручного труда. Вот именно, надо предложить замену. Это наша задача. Об этом еще поговорим, тем более, что и законопроектов на эту тему достаточно много есть, которые стоит обсудить. Но вот сейчас хотел бы затронуть тему инвестиций. Вы, как человек экономики, наверное, уже нашли ответ на следующий вопрос. Безусловно, инвестиции важны. Каждый регион старается переманить инвестора даже самого скромного в финансовых возможностях к себе, потому что это и развитие территорий, и приток валюты, без которой никуда, и новые рабочие места, и импортозамещение. Список можно повторять и продолжать достаточно много. Как по-вашему, вот что же нужно инвестору? Мы здесь, в Гомельской области, нашли ответ на этот вопрос? На эти инвестиции вы затронули такую очень тонкую тему, потому что всем очевидно и понятно, не надо быть большим экономистом, чтобы провести такую параллель. По уровню привлечения инвестиций можно судить об уровне развития вообще страны. Это как драйвер развития. Нет инвестиций, нет развития, нет движения. То есть на старой, ну как говорят, на старой лошади далеко не уедешь. Постоянно требуется обновление, технология очень быстро совершенствуется, и надо активнее в этом плане работать. Гомельская область одна из лидеров по объему привлеченных инвестиций в стране. Но вопрос возникает, достаточно этого или нет? Конечно, недостаточно. Вот недавно, буквально в конце мая, прошел очередной, по-моему, 15-й экономический форум Гомеля, на котором было подписано инвест-проектов и договоров, примерно на 500 миллионов долларов. Это показательный пример. Это показатель хороший, кстати. 500 миллионов в ходе одного вот такого форума, это немало, это полмиллиарда долларов. Вопрос в другом, будут ли они все реализованы, будут ли они все освоены. Конечно, нет, потому что это намерение, это, знаете, желание. А как показывает практика, процентов 30 только срабатывает. Вопрос возникает правильно, вы задаете, а почему инвесторы не активно идут, да? Я должен сказать, что в целом законодательная база хорошая. На самом деле очень много преференций, очень много льгот. Вот режим свободной экономической зоны, малых территорий. Вот если говорить о Минске, там индустриальные парки, есть там парк высоких технологий. Да и есть такие парки, по сути, областных центров. Говоря про инвестиции, буквально коротко, очень много хочется всего обсудить. Знаю, что сейчас в Палате представителей находится законопроект об инвестициях. Какие положения он содержит, буквально тезисно? Знаете, вот я должен сказать, что нельзя, наверное, одним законопроектом оценить вообще законодательную базу в сфере инвестиций. Она наработана в стране, она действует. Вот тот законопроект, о котором вы говорите, кстати, внесли его наши депутаты, в том числе наш земляк Щепов. Он вносит определенные коррективы и изменения в действующий закон об инвестициях. В чем они в основном выражаются? Он, кстати, прошел в первом чтении. Что такое первое чтение? Эта концепция утверждается, а дальше дорабатывается. И уже вот эти все тонкости должны быть отработаны во втором чтении. Сколько оно будет продолжаться, мне трудно сказать. На этой точной сессии он не будет принят уже. То есть он перейдет только на осеннюю. Какие там идеи еще появятся? Но суть его заключается в следующем. Вот мы говорим о том, и еще вопрос, вернее, на тот вопрос, который заключается в следующем. Почему не идет инвестор? А инвестор отчасти не идет потому, что те гарантии, которые мы даем, его не всегда устраивают. Поэтому вот в этом законе, проекте, как раз в этих изменениях, мы должны продумать те тонкие моменты, которые не устраивали вот прежде всего инвестора. В основном это вот того иностранного инвестора, который приходит, ну и немножко, откровенно скажем, побоится нашего законодательства. Что мы ему должны гарантировать, а, право собственности на то имущество, которое он тут создаст, а ответственность и обязательство на тот капитал, который он сюда привнесет, он должен быть полный, иметь гарантии, что в любой момент он может их вернуть, забрать, воспользоваться и так далее. В нынешнем законодательстве не все было четко прописано. Поэтому нам, иностранные инвесторы, очень часто задавали эти вопросы. Мы собираем экспертное сообщество, мы приглашаем иностранных инвесторов, партнеров, и спрашиваем у них, что они устраивают в нашем законодательстве. Это забота нас, депутатов. Поэтому мне говорить пока рано, в каком виде он выйдет, в готовом варианте. Но то, что он поможет. Но я уверяю вас, что он поможет снять именно те сомнения, которые задают нам, прежде всего, иностранные инвесторы. Они просят гарантии, гарантии, вложенным тем инвестициям, которые бы, вложенному капиталу, потому что это капитал, по сути, как правило, частный капитал. Право им владеть, распоряжаться, возвращать там в страну и так далее. Поэтому мы тонкие эти нюансы доработаем, и я гарантирую, что мы доработаем таким образом, чтобы у наших инвесторов не было никаких сомнений. Балислав Казимирович, тем временем на инфолинию Вайбера, в нашей программе приходят вопросы от зрителей. Короткие вопросы, буквально короткие ответы от вас. Добрый вечер. Что слышно? Будет ли в районе Лельчиц железная дорога? Это бы так помогло нашему району, ведь здесь есть масса перспективных производства. Иван Данилович Лельчица. Знаете, очень хороший вопрос. И работая в областполкоме, я много раз уже к нему подступаюсь, и выходили на очень высокий уровень, и его поднимали на уровне главы государства, были определенные поручения. В чем заключается, по сути дела, весь вопрос? С одной стороны, два взаимосвязанных момента. Чтобы была дорога, надо ее загрузить и обеспечить, по сути дела, потоками, как грузовыми, так и пассажирскими. Какими эти должны быть потоки? Потоки должны быть такими, которые бы окупали эту дорогу. И обязательно должно быть развитие там, в том числе, в тех полезных ископаемых, которые там есть. Я полагаю, что могло бы быть хорошим таким толчком к развитию данного всего промышленного узла. Это поиск хорошего крупного инвестора. Мы знаем, что там бурые угли, мы знаем, что там есть сланцы запасы, достаточно большие, лучшие в Республике Беларусь. Это там, и на Влеческой такой благодатной земле. С приходом инвестора можно было бы рассуждать по дороге. Пока, конечно, все упирается в те ресурсы, которые требуются для дороги. Есть поручения, и в данный момент я знаю, что железной дорогой прорабатываются варианты использования китайских кредитных линий. Поэтому нам надо все вместе поработать над этой темой. Тема не снята, но она не настолько проста, чтобы сразу взять и положить туда деньги. Быть может, законодательство, которое постоянно шлифуется, поможет привлечь новых инвесторов? Буквально на следующей неделе, учитывая, что я возглавляю парламентскую нашу делегацию, по сути, и группу дружбы с Китаем, мы будем на следующей неделе с парламентариями Китая встречаться. Обязательно эту тему возбудим с Китаем. Потому что мы рассчитываем на китайские кредитные линии, в том числе. Вы знаете, что с китайской кредитной линией мы построили достаточно много объектов, в том числе на Гомичьей. Есть еще вопрос в тему, как раз таки о взаимоотношениях с китайскими партнерами. Беспокоят Добрушане. С 2012 года китайская компания строила у нас завод по производству картона. Но что-то не срослось. Как застраховаться от недобросовестных инвесторов? И скоро ли будет завершен этот проект? Вопрос, конечно, хороший, как застраховаться. Любой бизнес – это риск. Выбор партнера – это, знаете, как и в жизни бывает. Не всегда хорошо и правильно мы выбираем спутника жизни, так и здесь получилось примерно так же. Китай – это такая тонкая страна, восточная, где надо очень профессионально и качественно работать по выбору как партнера, так и по выбору технологий и инвесторов. К сожалению, мы имеем проблему и в Добрше, и в Светлогорске. Два проекта крупных, которые должны были завершены уже несколько лет назад, к сожалению, они пока еще в стадии заработки. Должен сказать, по Светлогорску найдено решение, и буквально в ближайших несколько месяцев будет завершено. Потому что компания согласилась завершить, чего я не могу сказать пока по Добршум. Старая компания, которая работает с ней, расторгнут контракт, и в данный момент ведутся переговоры с другой китайской компанией на предмет того, чтобы она завершила вместе с австрийской компанией Андрис, который, по сути, отвечает за технологию. Я полагаю, что в ближайшие буквально месяц-два такая компания будет найдена, китайская. Без решения главного вопроса поиска новой компании осталось там немного, освоить там буквально, собственно, небольшие объемы. Несколько процентов. Несколько процентов. Но на самой главной стадии, по сути, наша белорусская страна убедилась, что та компания китайская не в состоянии его увести в эксплуатацию. Поэтому, если сказать простым языком, ей были не до конца оплачены уже выполненные работы и расторгнут контракт. Это вообще такая форс-мажорная ситуация. Она очень неприятная для нас, но очень поучительная. Будем надеяться, что история закончится хорошо. Я уверен, что максимум летом это решение будет найдено. Ну, там работы, я так полагаю, на полгода где-то осталось, но главное найти компанию, китайскую же компанию, которая знает специфику хорошо и сможет до конца завершить. Далее поговорим о работе местной власти. Прямо сейчас короткие видеоматериалы от моих коллег, сразу после чего вернемся в студию и продолжим. Симпатичная скульптура хлебосольной хозяйки встречает всех, кто приезжает в агрогородок Широкое. Около шести лет назад каравайницу установили по инициативе местных жителей и при поддержке местного совета. Приблизительно в то же время в Широком открылась детская площадка, построенная за счет собственных средств граждан и средств, заработанных населением на субботнике. Правда, за прошедшее время площадка немного устарела. С инициативой ее реконструкции выступил депутат сельского совета Сергей Заливанский. В сельсовете предложение поддержали, тем более, что сегодня в агрогородке только многодетных 19 семей. Глава местного депутатского корпуса Юлия Шевцова советом вообще гордится. Говорит, что депутаты в большинстве своем активные, что помогает эффективно решать возникающие вопросы. Депутаты – это наша общественность, это наша связь с народом обратная. Они работают в подворовых обходах, с избирателями по месту жительства, в трудовых коллективах. Зачастую они доносят нам ту информацию, которую мы можем не слышать, например. Те проблемы, которые мы благодаря им видим быстрее. Марию Малиновскую в поселке Красногорск знают всем. Но уже несколько лет она является помощником председателя Широковского сельсовета. Когда-то Красногорск был довольно большой деревней. Здесь насчитывалось около 70 дворов. Сегодня осталось всего 12. Причем в это число входят также дачные участки. Однако это и не значит, что вопросы жизнеобеспечения решаются долго и неэффективно. При первой же необходимости сельчане обращаются к помощнику председателя. Конечно, можно обратиться напрямую в сельские или районные советы. Однако, как показывает практика, в этом нет необходимости. Наталья Одинцова, библиотекарь Уваровичской горпоселковой библиотеки, сегодня она принесла сюда несколько икон, вышитых по благословению местного священника. Впрочем, рассказывает женщина не только о своем увлечении. Последние полгода ее главной заботой было лечение дочери. Высокая температура и постоянные головные боли не покидали 16-летнюю девушку на протяжении полугода. Все это время врачи ставили один диагноз – простуда. Однако лечение эффекта не приносило. Ситуация изменилась после того, как Наталья Одинцова обратилась к депутату Палаты представителей Николаю Василькову. Болезнь оказалась следствием укуса клеща. В случае дальнейшего неправильного лечения самым мягким диагнозом можно было бы считать инвалидность. Меня интересовало обследование моей дочери, которая уже очень давно болеет. Вопрос решился очень быстро. Ближайшие два дня ее госпитализировали, положили в стационар в Гомеле, в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Она получила там полное обследование и надлежащее лечение. Каждый месяц в Будокошелевском районе обязательно проходит День депутата. Это могут быть как собрания жителей деревень, так и встречи с местным активом. Обязательные условия в них принимают участие депутаты всех уровней от сельских советов до национального собрания, что позволяет решать озвучиваемые вопросы оперативно и эффективно. Проезжаем различные территории. Это могут быть населенные пункты, это могут быть трудовые коллективы, это встречи с активом староста, депутатов, руководителей. Но и самое важное, что вопросы, поднимаемые на уровень и депутата палаты, представители других уровней, они находят свое разрешение. И мы искренне благодарны нашему парламентарию в том, что все вопросы всегда удовлетворяют наших избирателей либо разъяснением, либо консультацией, либо практическим его решением. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость в студии, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Болеслав Перштук. Болеслав Казимирович, еще один звонок. Надеюсь, услышим зрителя. Добрый день. Добрый вечер. Меня зовут Владимир. Вас вопрос. Добрый вечер. И, уважаемый Болеслав Казимирович, у меня вопрос, который, наверное, больше касается профессиональной деятельности. Вы много ездите по стране, встречаетесь с разными категориями граждан. Ну и, конечно же, важную роль в любом процессе играют кадры, их профессионализм. Но вот если говорить о кадровом потенциале парламентаризма и вовлечении в данный процесс молодежи, то какие перспективы есть в этом направлении в нашей стране? И планируется ли создание в Беларуси в ближайшее время республиканского молодежного парламента? Спасибо. Я так понимаю, вы свою кандидатуру предлагаете? Молодежный парламент. Спасибо, Владимир, за вопрос. Буквально в понедельник у нас было заседание союзного парламента в Бресте, где Дума Государства на Российской Федерации и наш парламент вместе встречались. И впервые в нашей истории, вот за 20 с лишним лет уже совместной, по сути, работы в союзном парламенте, мы создали молодежный парламент. Создали, утвердили и положение, и руководители избрали. И на каких условиях 20 молодых людей, это представители молодежи Республики Беларусь, и 20 таких же молодых людей от Российской Федерации. Их избрали и рекомендовали территории. Я должен сказать, что это очень молодые, очень креативные и очень такие амбициозные люди. И я с вами абсолютно согласен, что кадры, это вообще, как говорил великий классик, знаете, они решают все на всех этапах и во все времена. И в парламенте в том числе надо обязательно подумать, и не только в парламенте, главном парламенте страны, а важно, чтобы и на уровне областных, и на уровне городских советов, чтобы обязательно была не просто прослойка в парламенте, знаете, 2-3 процента или 5 процентов молодежи. Это немножко не о том. А вот когда есть молодежный парламент, когда он реально выстраивает некую свою схему, структуру, и готовит себя, и растит, как молодой политик, это очень здорово. Во всяком случае, вот на уровне той команды, которая избрана от Республики Беларусь, именно такую задачу мы ставим. То есть это школа кадров? Политики, знаете, такие взрослые и зрелые приходят и уходят, а вот молодежь должна подрастать, и самое главное, она должна впитывать, как губка, вот тот опыт, который накопился. И при этом должны, безусловно, прибавить. И время быстро летит, и я абсолютно уверен, что надо больше доверять молодежи. Она очень неплохо подготовлена, эта молодая прослойка. У нас много примеров хороших, когда не стыдно за наших молодых людей в разных отраслях. В парламенте в том числе. Болислав Казимирович, вот все-таки, возвращаясь к сюжету, который смотрели, хорошие примеры, но ведь, как у любого вопроса, есть две стороны. Так вот, проблемной хотел бы поговорить с вами. Статистика в тему. Выборы в местные советы 2018. Конкурс в облсоветы. Два с половиной человека на место. В рай и сельсоветы всего 1,1. Как считаете, вот почему не так много желающих идти в сельские советы? Там сложнее работать? Потому что, к примеру, в деревне каждый тебя знает, и твоя жизнь, и работа на виду. Знаете, вот мне что понравилось в этих сюжетах, да, понравился вот помощник председателя, женщина, которая выступала, и очень, мне кажется, емко и четко охарактеризовала вообще-то задачи, которыми они должны заниматься. Я первое, что хотел бы сказать и отметить, я за то, чтобы, конечно, местное управление и самоуправление вот там на местах было более эффективным и работало непосредственно с населением. Это очень важный инструмент. Он может снимать массу таких важных для населения вопросов. Может быть, не глобальных для района там или области, но очень важных для людей. А то, почему так статистически много или мало, знаете, у меня есть свое очень глубокое убеждение. Там, где надо работать, там никогда нет очереди. Там, где более прозрачно, где на виду. И там не надо устраивать эти конкурсы по два, по три. Надо просто приходить и работать честно, искренне. И твой результат или твоя работа, вернее, всегда видны. Твои результаты видны вот перед этим населением. По областным и республиканским выборам я бы даже, может, и не комментировал, потому что это скорее, знаете, вот там немножко другая мотивация. И, может быть, другие задачи решают порой наши кандидаты и будущие депутаты. А то, что вот они на базовом уровне действительно работают, вот, знаете, на виду, через призму этого увеличительного стекла. И их оценивают каждый день, как их поступки и действия. Я лично преклоняюсь перед этими людьми, потому что они молодцы, они на общественных началах делают очень большое дело и снимают, еще раз говорю, массу вопросов, до которых власть могла бы и не дойти. Есть еще один вопрос от зрителей. Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья, я из Речицы. Ваш вопрос. У меня вопросы не жесткие. Можно ли записаться к вам на прием и как? Спасибо большое. Ну, вопрос хороший. Вот сегодня буквально я был на приеме в Речице. И должен сказать, что мы всегда в Речицкой газете информацию размещаем накануне. Иногда еще дополнительно телевидение крутит тоже бегущую строку. Но должен сказать, когда я провожу прием, если даже не записался предварительно какой-то избиратель или житель города или района, то у нас нет никогда ограничений и может в любой момент взойти гражданин. Если не ко мне вот теперь может найти, то я попрошу, мой помощник постоянно находится в кабинете, вы к нему обратитесь, мы с вами, может быть, даже по телефону поговорим и снимем вот те вопросы, которые вас волнуют. Вы открыты к диалогу? Безусловно. Знаете, даже если там понадобится ускорить что-то, я гарантирую, что вы найдете мой телефон, и мы с вами проговорим очень быстро через моего помощника, который находится там же в Речице. Каждый день на рабочем месте он там находится в своем кабинете, отвечает и быстро свяжет нас. Какие вопросы еще необходимо рассмотреть белорусским парламентариям в ближайшее время? Именно с таким вопросом на днях на улице областного центра вышли мои коллеги. Прямо сейчас наша традиционная рубрика «Есть мнение». Моё мнение, честно говоря, это занятость населения в первую очередь. Но, с другой стороны, уже столько законов на эту тему попринимали, и декрету, и так далее. Потому что все-таки для людей наиболее важный вопрос – это трудоустройство. А что дальше – это уже вторично, как говорится. Бороться с проблемами, которые есть в нашем государстве, в народе. Например, среди тех же высокопоставленных должностей, я считаю, что нужно бороться с коррупцией. Также желаю, что надо больше поддерживать социальные группы, например, инвалидов, людей без графина, эмигрантов. Добавили зарплату – пошёл бы частный бизнес. Каждый пошёл бы в кафешку, каждый пошёл бы куда-то ещё. Ну, это ж жизнь. Чтобы все работали, чтобы работа была, как говорится. И, ну, насчёт армии подумать, обороны. Главный вопрос – это вопрос религии. Потому что вьют друг друга и христиане, и мусульмане. А никто этот вопрос не поднимает. Ну, я думаю, коррупция у нас проблема. Всякие чиновники берут взятки. И надо какие-то вводить законы, чтобы этого предотвратить. Низкие зарплаты, отъезд в основном мужского населения в Россию, в другие стороны, с целью заработать денег. Это плохо. Это мало того, что это в человеческом смысле плохо. Ну, естественно, и коррупция важна, и занятость важна. И занятость, кто хочет, тот находит работу. Даже пенсионеры работают, я думаю, и так. Но закон о занятости трудно, по-моему, он и так нормальный. Насколько я знаю. Потому что я сталкиваюсь с этим, по-моему, работой постоянно. А как что-то там административно кому-то что-то насаждать, это тоже неправильно будет. Человек, с другой стороны, тоже волен выбирать себе место работы, где по душе, по призванию и так далее. Ну, я думаю, и так вот. Что ж, ну а мы продолжаем. Предлагаю прокомментировать. Болеслав Казимирович, достаточно много гомельчане говорили о заработной плате, рабочих местах. И это понятно. Действительно актуальное мнение. Какие шаги государства видятся вам в этой связи наиболее продуктивными и верными? Ну, действительно, я согласен вот с теми выступающими, которые были в сюжете, что вопросы занятости, трудоустройства, роста зарплаты, пособий – это наиболее актуальные сегодня в обществе. И не только для гомельчан. Это в целом для страны характерно. Потому что, вы, наверное, знаете, до 2014 года включительно у нас экономика достаточно стабильно развивалась, и заработная плата в эквиваленте по Гомельской области составляла около 700 долларов. В 2015 году произошел резкий спад, и мы упали практически вдвое сразу. Это не только зарплата, и пенсии упали, и все остальное. Сегодня задача вернуться на ту, по сути дела, траекторию, которая была. Поэтому, действительно, вот как уже выступающие там говорили, предпринято немало. Достаточно вспомнить, вот декрет номер 7 был подписан о поддержке предпринимательства. Созданы достаточно немалые, такие большие условия и возможности. Но я уверен, что нам надо еще больше предпринять усилий для того, чтобы раскрепостить малый и средний бизнес. Особенно в малых и средних регионах. И правильно вот там звучало, что надо создать условия, чтобы эти сферы услуги, там кафешки, торговли, и там мелкое производство. Есть опыт хороший мировой, когда вот эти вот начинающие бизнесмены, ИП, они практически, ну, как бы платят фиксированный налог, и никаких проверок, никакой отчетности у них. Там можно какой-то критерий единый определить, например, от выручки и так далее. Мы эту тему обсуждаем. Кстати, в том числе с Министерством экономики, Министерством труда и социальной защиты, не все сразу принимается. Есть определенные препятствия. В том числе, вот они звучали там, темы коррупции и всего остального, в том числе беспокоят людей, да. И, конечно, я считаю, что нам надо тут найти золотую середину. Потому что не секрет, что отдельные предприниматели уклоняются от уплаты налогов. И такие примеры есть. Но есть мировой опыт, его надо использовать. Я уверен, что нам надо активнее поработать над тем, чтобы особенно молодые люди могли свободнее организовать свой бизнес и не только в крупных центрах, и не только в Гомеле или там в районных центрах, а в том числе в сельской местности. Предприняты целый ряд. Есть постановления правительства на этот счет неплохие. Нам надо смелее на местах в том числе принимать решения. Ну и белорусам нужно расторопнее быть, знаете, вы так привыкли, что государство должно помогать. Знаете, вот есть такое наблюдение у многих стран, я действительно много бываю теперь за пределами и наблюдаю. Вот многие страны такой критерий взяли в поддержке помощи старикам и детям. Молодые, энергичные, активные и здоровые должны сами думать о своем. Я, кстати, проводя прием в Реческом регионе, убеждаю их порой тоже. Молодой крепкий приходит мужчина лет сорока и не может найти работу. Я ему говорю, знаешь, что ты вообще-то займись по-взрослому, по-настоящему. И даже и рассуждать не хочу на эту тему, потому что надо каждому из нас, конечно, самому крепко подумать о своих компетенциях, о квалификации, о том, где ты можешь применить свой потенциал КБД и не ждать, пока государство протянет руку. Еще раз говорю детям и старикам. Остальные должны справиться сами. Остальные должны напрягаться. Две минуты остаются у нас в эфире и даже меньше. Подводим итог. Вот один вопрос, который не могу не задать. Будущее за цифровой экономикой, твердят эксперты. Она-то предусматривает, пока мы говорим о том, что нужно как можно больше рабочих мест создать, предусматривает минимизацию участия человека и полную автоматизацию. Вот, к примеру, первый вице-премьер Василий Матюшевский сказал недавно, человеку остается творчество и предпринимательство. Знаете, мне добавить, честно говоря, нечего, потому что я очень разделяю этот тезис. Это вот как раз унесен тому тезис, который прозвучал перед этим, да, конечно, вот эта цифровая экономика, она открывает вообще-то поле деятельности для креативных, подготовленных, очень энергичных и очень умных. И за этим будущее, потому что это новый сегмент экономики. И это не только IT-сектор, это вообще перейдет и реальный сектор под это влияние. Есть уже страны, которые в этой сфере как минимум 10 лет работают, да. Тоже Швейцарии, тоже Японии, мы изучаем теперь опыт. Поэтому это первый такой активный шаг, восьмой декрет. И это в большей степени сегодня находит отражение в парке высоких технологий. Но у нас не так много времени, нам надо быстрее подтягиваться к уровню вот тех высокоразвитых стран, на которые вот я только что сослался. Я должен сказать, вот мы даже будем выступать в Берлине в ближайшее время со своей резолюцией. И мы, в принципе, эту же идею будем декларировать на вот пространство ОБСЕ. Тем самым, чтобы привлечь внимание в том числе стран и инвесторов, которые должны прийти в Беларусь. Ну что ж, мы в начале большого пути. Надеюсь, все получится. Опять же, про трудолюбие забывать не стоит. Болеслав Казимирович, спасибо за этот диалог. Он по-настоящему был многопрофильным. Спасибо за открытость к журналистам. Ну что ж, а я же напомню, что... Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Что сегодня гостем программы «Диалог» был заместитель председателя Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Болеслав Першток. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова